Всем привет! С вами 3D-Глеб, и сегодня у нас довольно нестандартное видео. Мы будем говорить о настройках для 3D-печати. Всё-таки 3D-Глеб, ну, надо хоть где-то про 3D-печать поговорить. У нас это слайсер Кура и настройка «Нечёткая оболочка». Погнали! Данная настройка у нас находится в Куре в разделе «Экспериментальная». Вот мы открываем этот раздел. Вот у нас «Нечёткая оболочка». Ставим галочку, и нам открываются её настройки. Толщина шершавости оболочки, плотность шершавой оболочки, дистанция между шершавой оболочкой и всякие другие. Что я вам советую из этого трогать? Это толщину шершавости оболочки, дистанцию и всё. Больше вам ничего не надо. А, ещё хорошая галочка – только шершавая оболочка снаружи, чтобы у вас не тратилось время на создание шершавой оболочки внутри, там, где она у вас не нужна. Ну и тем более, кому нужно шершавое отверстие, потому что там уже геометрия пойдёт, детали, которые должны стыковываться, стык-стык не будут стыковываться. В общем, фигня какая-то. Давайте посмотрим, как это выглядит на моделях. Допустим, вот у нас обычный кубик. Закидываем слайсер, нарезаем. Это уже с шершавой оболочкой у нас. И, как вы можете видеть, у нас вот такие вот волнообразные стеночки получаются. Можем в разрезе глянуть. Внутри этого ничего нет. Если бы у нас была деталь с отверстием, в отверстии бы шершавости не было. То есть, это работает не только, когда мы смотрим на заполнение, а в принципе на деталь. И у нас толщина шершавости оболочки, смотрите, как влияет. Мы ставим, допустим, 0.3. И у нас она прям такая, прям очень шершавая становится, ребристая. И дистанция между этими линиями, допустим, поставим не 0.1, а 0.8, чтобы видно было. У нас получается то, что линии практически ровные, но местами происходят такие выбоинки. То есть, она получается не шершавая, а как будто просто запорутая деталь. Я думаю, такой кубик 3D-печатники особенно поначалу видят часто. Давайте посмотрим реальные примеры. Чтобы мы могли более наглядно увидеть разницу между использованием нечеткой оболочки и обычной детали, покажу это на примере своего блока питания из костюма Киберпанка. И таким же корпусом, но с использованием нечеткой оболочки. Давайте посмотрим поближе на текстуру стенки. Тут у нас все гладенько, как обычно, как мы все привыкли. Во время как здесь у нас вот такая вот шершавая красота. Ну вот только посмотрите. Это выглядит прям как завершенная деталь заводская. Какие я вижу плюсы у данного метода? Первое. Мы можем получить фактуру композита без использования композита, то есть по дешману. Второе. Мы получаем корпус, который снаружи выглядит не как напечатанный, потому что эта настройка скрывает слои, как таковые. И ты видишь просто шершавое что-то. И это, как по мне, очень круто. Не надо заморачиваться просто обработкой, вводить деталь в глянец, вровень, в идеалу, шпаклевать и все такое. Просто сразу шершавая классная деталь. Третье. На детали нет такого прикола, как шов, потому что из-за того, что у нас оболочка шершавая, шва тоже как такового нет. Из-за этого деталь, по идее, должна получаться крепче. Безусловно, это очень ситуативная настройка. Ты не будешь ее использовать при каждой печати. Но в некоторых случаях она может быть очень и очень полезной. Используйте это знание на здоровье. С вами был 3DGleb. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok